The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Все хорошо, если сигнал уйдет. Вижу плюсики. Шикарно. Отлично. Я сейчас проверю, идет ли у меня запись. Запись тоже идет. Хорошо, ребята. Значит, собственно, мы начинаем на сегодняшний вебинар. Вебинар у нас сегодня посвящен тематике правильной кастомизации к коробочному битрикс24. Надеемся, что проведем цикл таких вебинаров. И сегодня мы с вами посмотрим одно из частых заданий, задач, которые возникают у разработчиков. Это создать свое действие для бизнес-процессов, которое было бы либо доработкой расширения одного из наших действий стандартных, либо вовсе обладал не типовой логикой. И мы позвали провести этот вебинар ребята с интервью Волги. Сегодня со мной здесь Никита Калинин. Собственно, который будет вам рассказывать всю основную предметную часть. Никита, привет. Хорошо, тебя нас слышно? Да, слышно. Все здравствуйте. Отлично, Никита. Тебя тоже мы слышим отлично. Значит, чуть-чуть еще рак части. Причем непосредственно к теме. Картинку и видео мы с вами проверили. Я получил ответы, что все хорошо у нас, собственно, видно и слышно. Плюсики идут. Находьте фокусы, не очень идеи. Но сейчас, конечно, я скоро отключусь. Я вам буду вовсе не нужен для просмотра этого вебинара. С записи проверил, что идет. Еще раз для тех, кто, может быть с нами, первый раз не использовал эту систему для просмотра этих вебинаров. Нас можно двигать и закрывать вклад, делать больше и меньше. Но, в общем, по большому счету, сегодня мы отключим веб-камеру. Вы будете полностью наблюдать код на экране, чтобы было лучше видно. По плану мы будем ввести вебинар, по-моему, полтора часа. Посмотрим, если будет больше вопросов, может, чуть-чуть больше, но планируем это настолько. По процессу вебинара мы также будем делать паузу, чтобы дать ответы на ваши вопросы. В течение вебинара, если возникает вопрос, пишите сразу его в чат. И здесь нужно пояснить, что у нас общий чат не включен. То есть, когда вы пишете вопрос, его видим только мы, администраторы, поэтому, между собой, ждать у вас не получится. И, конечно же, будет запись для тех, кто пришел узнать, будет ли запись. Еще одно пояснение по форме. Сегодня мы смотрим на карту, то есть, сегодня мы не смотрим на облако. И, в общем-то, код довольно-таки большой, особенно если ты делал уже свои действия в объекте, понимаешь, что там очень много разных элементов. Поэтому, конечно же, мы не успели бы написать весь код для такого полноценного классного действия, хотим показать вам именно завершенную большую работу, да, как сделать действие от и до. Поэтому мы будем все-таки заранее готовы, да, где не требуется большого пояснения, но объемные. Но, при этом, конечно же, подадим всю основную идею и логику реализации решений. После вебинара мы сделаем целый урок, так сказать, что это будет статья нашей в блоге ДЭФ на сайте 1СБИТ, где мы подробно еще раз опишем процесс разработки, выложим исходный код, да, поэтому можете за это не переживать, не искренне что-то, все это появится в личном доступе после вебинара. Ну что же, я ох, часть свою завершил, передавайте свое слово Никите, сейчас переключу ему экран. Никита, принимаю, у тебя должен прийти в запросик. Так, надеюсь, видно? Да, отлично видно твой экран. Хорошо. Ну, еще раз здравствуйте, коллеги. Как вы знаете, существует такой модуль бизнес-процесс, и он позволяет много всего автоматизировать. То есть, неважно, разрабатываете вы бизнес-процесс на статусах или просто последовательный бизнес-процесс, в конечном счете вы делаете какой-то алгоритм, который строится вот из таких вот блоков. Вот каждый вот такой блок, он называется действием. И такие ситуации, когда возможностей штатных действий нам не хватает, либо мы можем реализовать какой-то бизнес-процесс, но для пользователя он окажется неудобным. Вот на этот случай разработчики модуля БП предусмотрели для программистов возможность разрабатывать собственные действия, чем мы сегодня и займемся. Небольшая предыстория. Кредитная компания. Для нее мы автоматизировали процесс обработки заявки на кредит с помощью названного модуля. В рамках этого бизнес-процесса сотрудники компании должны совершать множество звонков там работодателям, родственникам, кому угодно. Что было неудобно? Неудобно было то, что на каждый звонок сотрудник должен был переходить в карточку сделки. Сделка у нас, это и есть заявка на кредит. Искать там нужный контакт, потом ему звонить, задавать вопросы. Списка вопросов на экране тоже нет, он тоже где-то должен быть. Ответы нужно записать, потом вернуться в бизнес-процесс. В общем, все довольно неудобно. Вот эту проблему мы решили с помощью разработки своего действия «Звонок клиенту с анкетой». Ну, как вы уже успели, наверное, заметить по требованиям, оно будет довольно сильно похоже на действие «Запрос дополнительной информации», но с некоторыми отличиями. Ну, во-первых, конечно, это будет кнопка звонка через телефонию битрикс24. Также, в отличие от штатного действия «Запрос дополнительной информации», у нас ответы будут помещаться не в переменные, они будут возвращаемыми значениями действия. Я про это чуть попозже расскажу подробно. И будет немного другое поведение в случае, если какое-нибудь поле не заполнено. Если какое-то из обязательных полей не заполнено в штатном действии, то он просто не давал завершить задание. Наше задание будет сохранять все значения, но просто не будет завершаться. Вот, собственно, и все отличия. Как разрабатывать действия? Ну, я выделил несколько этапов, давайте их посмотрим. Ну, начнем мы с пустого действия. То есть мы создадим все необходимые файлы для того, чтобы у нас просто появилось действие в конструкторе бизнес-процесса, мы смогли его добавить в шаблон, но оно просто еще ничего не делает. На втором этапе мы реализуем настройку действия. Вы знаете, там есть такая кнопочка-шестеренка, она обычно открывает окошко, где можно что-то настроить. Вот мы это и сделаем. На третьем этапе мы начнем реализацию логики нашего действия, которое будет запускаться, когда будет запускаться сам бизнес-процесс. Ну, это сама постановка задания, обработка каких-то там исключительных ситуаций. Ну, и последний этап – это уже реализуем, наверное, само задание, вывод его формы и обработку отправки этой формы. Ну, и, наконец, посмотрим, как работает наше действие на простеньком бизнес-процессе. Так, ну, давайте приступим. Открываем форм. Значит, все ваши кастомные действия должны располагаться по пути Local Activities и дальше каталог действия. Давайте создадим в Local каталог Activities. И в нем создадим каталог нашего действия. Ну, прежде всего, давайте выберем название для нашего действия. Мы его будем называть EVSIP Call Activity. При таком названии каталог нашего действия, ну, должен называться точно так же, но только в нижнем регистре. EVSIP Call Activity. Что должно быть в этом каталоге? Ну, во-первых, файл Description и опционально иконка. Давайте я их скопирую заранее, они очень маленькие, сейчас я вам их покажу. Иконка должна быть гифкой 24 на 24, она просто отображается в конструкторе, никакого особого значения не несет. Давайте посмотрим на Description PHP. В нем мы должны определить массив R-Activity Description со следующими ключами. Название и описание – это то, что увидит разработчик бизнес-процесса в конструкторе. Я потом покажу, где они выводятся, когда мы перейдем к конструктору. Тип. Тип нашего действия. Я знаю два типа – Activity и Condition. Activity – это обычное действие, то есть вот этот вот блок оранжевый. Condition – это, например, ветка какого-то составного действия, например, ветка альтернативы или там в цикле, ну и так далее. Мы с вами разрабатываем обычное действие – звонок клиенту. Дальше. Название класса, в котором будет реализована логика нашего действия. Когда мы его будем создавать, я покажу подробнее, как он называется, не совсем так, как здесь. JS-класс. JS-класс нужен для того, чтобы описать какое-то специфическое поведение вашего действия в конструкторе бизнес-процессов. Если вам там нужно нарисовать какие-то дополнительные стрелочки, это управление вынести в конструктор, вы это делаете вот с помощью JS-класса. Если у вас нет никакого специфического поведения, пишем без ProcActivity. Видите, здесь описано все базовое поведение, которое нам нужно, нам его достаточно. Категории. Это, очевидно, категория в конструкторе бизнес-процессов справа на панели. Там, знаете, такое разворачивающееся меню. Вот ID Interaction означает, что наше действие появится в группе уведомления. А вот про Additional Result давайте посмотрим чуть подробнее. Как я уже говорил, в новых версиях модуля бизнес-процессов есть возможность делать возвращаемые значения у действий. Что это такое? Ну, давайте возьмем штатное действие, выбор данных CRM. Немного его настроим. Укажем, что изделки вот с таким вот ID-шником мы будем выбирать название и валюту. Дальше. Если мы создадим здесь какое-то следующее действие, то в его настройках, если мы нажмем вот эту кнопку многоточиться, это окно вставки значения. Если мы здесь перейдем в дополнительные результаты, мы сможем увидеть возвращаемые значения всех предыдущих шагов. Ну, соответственно, название, и вот они. Название и валюта. Мы можем что-то подставить. Как вообще описывать возвращаемые значения? Существует два способа. В первом случае, если вы точно знаете, что именно должно возвращать ваше действие. Ну, например, вы зарабатываете действие, которое считает сумму элементов. Вы в этом случае точно знаете, что ваше действие будет возвращать одно число сумму. И вы можете его описать вот таким образом. Пишем ключ return. И вот здесь вот указываем такой массив name и type нашего возвращаемого значения. Тип указывать обязательно. По этим типам конструктор бизнес-процессов будет отфильтровывать значения вот в этом списке в зависимости от того, у какого поля вы нажали кнопку многоточия. Ну, это помогает разработчику бизнес-процессов, чтобы они случайно текст в число не подставили и так далее. Вот это название, сумму, оно тоже имеет определенный смысл. Если мы здесь указали какое-то название, это значит, что должно существовать свойство нашего действия, в котором будет храниться само значение. Дальше. Второй вариант, когда мы не знаем, что именно должно возвращать наше действие. Пример. Ну, наше действие, которое мы сейчас разрабатываем. Мы будем возвращать те значения, которые ввел пользователь, который выполнял наше задание. При выполнении задания у него будет показана анкета, он туда вводит какие-то значения, и вот эти значения мы будем возвращать. Мы заранее не знаем, какие поля будут в анкете, поэтому мы используем вот такой вариант описания additional result. Здесь мы указываем название свойства, в котором будут описаны, какие возвращаемые значения будут у нашего шага. Например, вот так. Описывается очень похожий массив, как и в случае с return, только обратите внимание, что name и type здесь написаны в другом регистре. Что еще? Использовать одновременно return и additional result не получится. Это не предусмотрено. Если вы попытаетесь, то additional result будет проигнорирован. Вот. И мы описали additional result. Будем брать возвращаемые значения вот из такого свойства. Как объявляет свойство? Сейчас покажу. Дальше. Нам нужно создать файл, в котором мы будем описывать логику нашего действия. Где будет лежать класс нашего действия. Название файла с этим классом должно быть точно таким же, как и у названия каталога. nv-sip-call-activity. Здесь мы должны создать класс, который называется следующим образом. Префикс cbp. А то, что мы написали в description, в поле класс. Наследовать класс своего действия мы должны от класса cbp-activity. Так, ну я еще заранее скопирую некоторые вещи, которые нам понадобятся в процессе, чтобы на них не отвлекаться. И скопирую языкозависимые строки. Ну, как GetMessage работает, я думаю, все знают. Итак, в принципе, на этом первый этап можно считать завершенным. Если мы сейчас загрузим наши файлики на сервер. Зайдем в какой-нибудь конструктор бизнес-процессов. Вот у меня здесь пустой документ есть. Без полей, без всего. То в разделе уведомления мы увидим наше действие, исходящий звонок. Мы его уже можем вытащить. Вот оно появилось. У нас даже есть кнопочка настройки, но правда тут ничего нет. Кстати, мы писали name и description в файлике .description.php. Вот description это вот это, а название это вот это. Итак, первый этап завершен. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их написать. Так, давайте сделаем небольшую паузу и посмотрим на вопросы. Ребят, пишите, пожалуйста, ваши вопросики нам в чат. И пока мы ждем, у вас появится вопрос, я спрошу чуть-чуть еще у вас у аудитории, кто не пишет вопрос, а поделиться мнением. Ребят, что вас спрашивают клиенты или ваша компания, в которой вы работаете? Какие задачи по коробке или по опыке вам приходят? То есть можно поставить опыка плюсик или много плюсиков, и коробка плюсик или много плюсиков, или там минусики, а возле слова коробка или опыка, если там реально приходит мало. Вот я понимаю, что все зависит еще от компании, но, в принципе, интересно, с чем вы сегодня сталкиваетесь. Вот, и по ходу вебинара, если вам приходят какие-то идеи по тому, что вы хотели бы от нас услышать на вебинарах в дальнейшем, по опыку или по коробке, неважно, с точки зрения кастомизации, да, для разработчика, можно было тоже какоментировать, а еще хочется узнать вот это. Никита, я смотрю, у нас вопросов немного, давай я его озвучу. Есть поле список. Как получить свойства выбранного элемента списка? Да, здесь у меня встречный вопрос. Поле, во-первых, чего? Наверное, документы вы имели в виду. Получить свойства, вы имеете в виду, получить значение? Ну, ты знаешь, мне кажется, Александр, просто уточни, но есть ощущение, да, да, пишет. Получить значение. Тогда другой вопрос. А с какой целью? Если вы хотите просто вывести, то, насколько я знаю, бизнес-процесс нормально все выводит. Если вы хотите построить какой-то цикл, то не получится. Мы для этого писали еще одно свое действие, мы с этим сталкивались, которое позволяет что-то выбрать и дальше уже идти. Так, ну, наверное, ладно, продолжаем. А для того, чтобы дать ответ Дмитрию, Дмитрий Тушин нас спросил, какие модули можно вязать в своем активите, есть ли какие-либо ограничения? Да. В принципе, можно использовать любые модули. Особого ограничения нет, но учитывайте, что бизнес-процесс может в какой-нибудь момент взять и перейти на выполнение на кроне. Поэтому любой код, который выполняется в рамках бизнес-процесса, должен быть, так скажем, защищенным от использования доллар-юзер и вот таких вот вещей, которых там не будет. Окей, спасибо. Ну, слушай, давайте двинемся дальше. Да, хорошо. Тогда мы приступаем к созданию формы настройки. Для создания формы вот этой настройки, шестеренки, есть два специальных метода. Они называются GetPropertiesDialog и GetPropertiesDialogValues. Я их сейчас сразу прям скопирую, дальше мы их будем рассматривать потихоньку. Так, GetPropertiesDialog. Делает этот метод. Конструктор бизнес-процесс хочет от него, чтобы он вернул HTML-код формы настройки шага для нашего действия. Как нам сформировать HTML-код? Ну, вы, конечно, можете использовать там строки, написать какой-то HTML, но это, конечно же, нехорошо. Как хорошие программисты мы с вами будем отделять логику от представления, поэтому мы сначала заведем отдельный файлик, который называется PropertiesDialog. Если вы посмотрите на другие штатные действия, на их код, то вы можете найти этот файл, наверное, у всех действий. Что должно быть в этом PropertiesDialog? Я его скопирую. Он у нас довольно большой, потому что здесь редактор анкеты, много JavaScript, но общий смысл, смотрите, какой. Конструктор ожидает, что мы вернем фрагмент некой таблицы. То есть мы каждое поле будем описывать таким вот блоком. ТР и внутри две ТДшки, две ячейки. В левой ячейке, соответственно, название нашего поля, которое мы хотим настроить. В правой – Control для настройки. Как выводить элементы управления для настройки? Есть специальные методы в бизнес-процессах. Вот класс CBP Document, ShowParameterField. Если мы сейчас на него посмотрим, он поддерживает следующие типы полей. Текстерия, выбор пользователя, да-нет, дата-время и простой инпут. Вот, соответственно, их можно здесь указать. Имя – это, ну, так скажем, атрибут name у инпута. Примерно это. Дальше идет значение, которым должно быть заполнено сгенерированное поле. Ну и какие-то настройки, специфичные для этого поля. Ну и вот так создается, в общем-то, вся форма. Дальше у нас идет редактор анкеты. Тут что стоит заметить. В редакторе анкеты мы имеем возможность добавлять какие-то поля в анкету, выбирать их тип. У нас есть там строковые, числовые поля, тоже текст-эреа, выбор из списка. И есть еще одно особое поле. Если вы там видели в требованиях, должна быть возможность создавать заметки, чтобы каким-то образом группировать другие поля. Ну, поскольку я использую константы класса FieldType, это стандартный класс бизнес-процессов. Здесь определены типы данных, которые поддерживают бизнес-процессы. Заметки здесь нет, поэтому для заметки я заведу свою константу. Сейчас я ее тоже скопирую. Да, если что, константы я объявляю вот в таком виде. Не смотрите на это дело с удивлением. Бывает, смотришь в дебаге что-нибудь и не понимаешь, откуда взялось то или иное значение. А так понятно. Как в этот скрипт, который мы вызываем, вот этот код, передать какие-то значения? Мы же, когда будем открывать форму, мы, наверное, хотим ее заполнить какими-то значениями, которые были сохранены ранее, чтобы пользователю не приходилось их вбивать каждый раз заново. Ну, во-первых, вызов самого вот этого скрипта мы будем делать с помощью executeResourceFile. Это метод экземпляра исполняющей среды. Экземпляр исполняющей среды мы получаем с помощью cbpRuntime, getRuntime. В этот метод мы передаем сначала путь к файлу класса нашего действия, затем файл, который мы хотим подключить, и какие-то данные, которые должны быть доступны во время выполнения этого скрипта. Вот эти ключи, они становятся, по сути, все названиями переменных в рамках вот этого скрипта. То есть, ну, например, ourCurrentValues я передавал сюда. Я могу его использовать просто как переменную, нигде не объявляем. Вот. Что делает сам executeResourceFile? Ну, мы посмотрим на его код, это не что иное, как opstart, include и opgetclean. Так что он просто запускает наш скрипт и возвращает весь вывод в виде строки. То есть, именно то, что хочет получить от нас конструктор бизнес-процессов, вызывая метод getPropertiesDialog. Дальше. Хорошо бы нашему, нашей форме передать какие-то значения по умолчанию. Ну, например, у нас там есть селектора выбор. Мы будем звонить на произвольный телефонный номер или контакту CRM. Это выбор из двух пунктов, в которых что-то должно быть задано. Нам надо инициализировать, так скажем, этот control. Для инициализации мы можем, в принципе, скопировать коды из конструктора. А, я же вам забыл показать, как инициализировать эти действия. Да, сейчас мы это сделаем. Момолизируем, так скажем, массив значений для наших элементов управления формы. И передаем его саму форму. Дальше. Если у нас есть какие-то сохраненные ранее значения в нашем действии, то хорошо бы их тоже загрузить в эту форму. Для этого мы обратимся к свойствам нашего действия. В этот момент давайте сделаем инициализацию свойств, которую я забыл. Это делается в конструкторе. Делается очень просто. Мы переопределяем конструктор. Обратите внимание, что он принимает атрибут name. Это важно для идентификации нашего действия в дереве шаглона потом. Я покажу, где это понадобится. Чтобы инициализировать какие-то свойства нашего действия, мы объявляем в свойстве rProperties вот такой вот массивчик. По сути, название нашего свойства ключ массива здесь какое-то изменение. Также не забываем задать типы данных. Это нужно конструктору. Для задания типов данных используем, опять же, класс field type. Так вот, чтобы обратиться к тем свойствам, которые могли быть сохранены ранее. У нас getPropertiesDialog – статический метод. Мы не можем обращаться к свойствам действия напрямую. Однако у нас передается специальный аргумент – rWorkflowTemplate. rWorkflowTemplate – это весь вообще шаблон бизнес-процесса. Он представлен в виде дерева. Ну, давайте я его, наверное, передам в нашу форму. И сейчас мы сделаем дамп и посмотрим, как он выглядит. Для дампа я буду использовать специальную функцию, чтобы было нагляднее. Вот он, наш rWorkflowTemplate. Что здесь хранится? Ну, вы можете провести себе аналогию с дом-деревом. Представьте, что каждое действие в бизнес-процессе – это элемент дом-дерева. Вот у нас sequential workflow activity – это весь последовательный бизнес-процесс. У него дочерними элементами является один наш evasip call activity. И в нем есть наши свойства, которые вот здесь будут храниться то, что было сохранено с помощью этой формы настроек. Вот нам в этом дереве нужно будет как раз найти наше действие и взять отсюда properties. Как искать действие? Ну, если вы, скажем, ищете что-то в дом-дерево, вы используете либо jQuery, либо bxFindChild, ну, что-то вроде такого. Вот в бизнес-процессах есть тоже такая функция, которая позволяет в этом дереве что-то найти. Вопрос – почему искать? На самом деле конструктор присваивает уникальное имя каждому действию в этом дереве. Поэтому воспользуемся им, чтобы найти то, что нам нужно. Имя действия текущего передается как аргумент в getPropertiesDialog. Мы воспользуемся классом cbpWorkflowTemplateLoader, метод findActivityByName. Первым аргументом указываем весь шаблон. Вторым – имя действия, которое мы хотим найти. Вот он нам вернет вот этот вот массивчик. То есть весь наш evasipCallActivity. В нем будет Properties. И чтобы, если какие-то данные уже были ранее сохранены, мы используем ArrayMerge с этим массивом R-CurrentValues, которым мы инициализировали, придавали начальные значения нашим элементам управления. Вот, мы его получили. Про UserSarrayToString я скажу чуть позже. Вот, еще один, на который надо обратить внимание. R-CurrentValues – это тоже аргумент метода getPropertiesDialog. Он не всегда будет null. Дело в том, что если пользователь нажмет сохранить, и какие-то данные из формы не пройдут в валидацию, то конструктор бизнес-процессов заново вызовет метод getPropertiesDialog, но на этот раз он туда передаст все то, что ввел пользователь. Зачем это сделано? Ну, если были какие-то ошибки в форме, очевидно, что форма и должна остаться заполненной, она не должна сброситься. Поэтому мы учитываем это вот здесь. Если у нас R-CurrentValues нет, то мы создаем свой. Если есть, то в таком виде, какой он есть, его передаем в наш шаблон формы. Так, ну, а теперь давайте я удалю dump, и мы посмотрим, что у нас получилось. Собственно, обычная формочка, TR-шки, TD-шки и так далее. Причем, обратите внимание, когда вы выводите поля с помощью showParameterField, то автоматически генерируется кнопочка многоточия, которая позволяет подставлять значения из переменных параметров и так далее. Ну и наш редактор анкеты. Так, теперь что касается сохранения. Что же будет, когда пользователь нажмет кнопку сохранить? Когда он нажмет кнопку сохранить, вызовется метод getPropertiesDialogValues. Нам, опять же, в атрибуте R-CurrentValues будет передано все, что было введено в форму под теми же именами, как мы указали в этой форме. И что мы должны сделать в этом методе? Ну, во-первых, проверить каждое поле на валидность. Ну, например, у нас поле, давайте возьмем название, оно должно быть обязательным по условию. Проверяем. Если оно не заполнено, то нужно сообщить об ошибке. Как сообщить об ошибке? Аргумент R-Earrors, вот этого метода, обратите внимание, передается по ссылке. Это должен быть массив ошибок. Ну, вообще ошибок, если, скажем, в какой-то поле не пришло в валидацию. Каждая ошибка описывается вот таким вот массивом кода и сообщения. Ну, насколько я понимаю, код не особо на что-то влияет, а вот месседж – это то, что увидит пользователь. Мы заполняем вот этот массив. И дальше, если у нас были какие-то ошибки, метод getPropertiesDialogValues должен вернуть false. Если ошибок не было, соответственно, true. Если он возвращает false, то что происходит? Конструктор не даст закрыть это окно, видит список ошибок и заново вызвать метод getPropertiesDialog. И вот это как раз тот случай, когда R-CurrentValues будет в тот момент заполнен. Ну, давайте для примера не заполним вообще все и нажмем сохранить. Что будет? Ну, вот наши ошибки вывелись. Итак, если же было все хорошо, все наши данные прошли в валидацию, то нам нужно сохранить их в свойства нашего действия. Опять-таки, метод getPropertiesDialogValues статический, нам передается шаблон в качестве аргумента, но в отличие от предыдущего метода, в этот раз он передается по ссылке. То есть мы должны найти нужное место в этом всем шаблоне и записать туда массив Properties. Для поиска мы используем ровно ту же функцию FindActivityByName, но обратите внимание, нам персон здесь. Нам нужно получить ссылку на часть вот этого шаблона, а не копию. Ничего не получится. Вот мы сформировали массив Properties из OurCurrentValues, и теперь его просто присваиваем. Возвращаем True. Все хорошо, настройки сохранены. Ну, давайте попробуем заполнить нашу формочку. Произвольный номер телефона. Можно использовать подстановки отсюда. Они все будут работать автоматически. Вам не нужно об этом заботиться. Я введу какую-нибудь все-таки константу. Потом мы посмотрим, как это все работает с подстановками. Ответственным пускай буду я. Название задания. Тест. Ну и создадим какие-нибудь поля. Тест 1. Ну и тест 2. Одно из них пускай будет обязательным. Сохраняем. Все. Когда все успешно, окошко само закрывается и сохраняется. Я на всякий случай даже сохраню весь шаблон. Страничка перезагрузилась. Открываем. Видим, что GetPropertiesDialog корректно считал свойства и передал их форму. В принципе, на этом заканчивается разработка вот этой формы настроек. Если у вас были какие-то вопросы, давайте посмотрим. Да, там есть вопросы. Я предлагаю тебе собрать из них два комментария от Александра Воромьева по вот этой связке довольно-таки длинных, а может даже уже и больше. Внимательно там в них все-таки вникнуть и интересно про получение данных и связи ответить. Я пока по-голейно хочу ответить на такие общие вопросы, но то, что, как мне кажется, я понимаю. Значит, Абадин спрашивает про, как можно вывести в эту форму ни строки, ни столбцы. Ну, чисто в теории, я надеюсь, что я правильно понимаю, просто одну ячейку в середине, там, одну суть русскую, вторую большую и назвать там все, что угодно в моем понимании. Ну, и Никита мог бы здесь меня поправить. Андрей пишет про, чтобы мы пояснили, как сказали в будущем, про то, как встраиваться правильно в коробочный ПТХ24, да, то есть по принципу опуха, но при этом, чтобы не писать целое приложение. Это, мне кажется, действительно хорошая тематика. Вообще у нас в планах было об этом порассказывать. Возможно, мы это возьмем как-то к следующей теме для вебинара. Так, Никит, ты понял, что хочешь? Да, я вроде бы понял, только вот я не понял, привязка к элементу это какая? У вас на инфоблоках все? Если на инфоблоках, то выбрать связанный элемент у вас не получится. Если же речь идет о CRM, то здесь есть специальное действие, которое может выбирать значение связанных каких-то элементов. Я же понимаю, списки, это же есть инфоблоки, но немножко другая обертка, то есть получить элемент из списка у нас нельзя. Да нет, тут не список, они через привязку к... А, подождите, это машины привязаны. Что-то у меня в голове не укладывается немножко. Александр, видимо, требуется еще одно пояснение. Давай еще подходим к в одном комментарии уже как есть, чтобы мы не компилировали и следующий заход еще раз сделаем на эту тему. Да, мне бы поподробнее про структуру данных, может быть, я смогу отметить. Так, дальше мы сейчас к какому? К третьему этапу, по-моему, двигаемся. Реализация логики, создание задания и так далее. Никита, с fois, я пробегу все вопросы, мы будем все-таки до этой ответы, перейдем дальше сейчас. Ага. Если в диалоге нарисовать свой input, дайте ему require, там обычная форма или как обычно JSON собирается? Никита, подскажешь? Что-что, какой вопрос? Если в диалоге нарисовать свой input и дайте ему require, там обычная форма или как обычно JSON собирается? Наша форма анкеты, что ли? Будет по кнопке обычный HTML-овский, то есть он облатит внимание на свойства, то что более как required, и там JS нас, он собирает форму, так как мы сами ему сказали, что на required внимания обращать не будет. Что-то я как-то даже связи не вижу с required. Не знаю, ладно, хорошо, окей. Давай дальше, потом еще обсуждаем. Так, ну хорошо, двигаемся к третьему этапу, реализация логики, постановка и удаление задания, работа исключительных ситуаций. Так, прежде чем мы, наверное, начнем, давайте рассмотрим службы исполняющей среды. Вот здесь приведен, насколько я понимаю, полный перечень доступных служб на текущий момент. Зеленым подсвечены те, которые наиболее часто используются при разработке вот таких обычных действий. Трекинг-сервис, журналирование. Как вы знаете, у бизнес-процессов есть лог, его исполнение всегда можно посмотреть, в каком порядке, какие действия выполнялись. Вот чтобы в этот лог что-то записать, мы используем службу исполняющей, вот эту службу трекинг-сервис. Служба заданий, task-сервис. Через нее мы будем создавать задание, завершать его, удалять и так далее. Документ-сервис тоже классная штука. Вот он как раз позволяет работать с любыми сущностями, которые подключены к бизнес-процессам с помощью одного API. Неважно, у вас сделка, лид, элемент инфоблока, у вас с помощью документ-сервиса будет один набор методов, там, create, update, delete, get list и тому подобное. Вы даже не зная о том, что именно это за сущность, сможете выполнять с ней какие-то операции. Вот это довольно круто. Как получить экземпляр? Ну, вот пример снизу. Берем экземпляр исполняющей среды, у него есть метод get-service и указываем имя сервиса, вот как здесь написано. Теперь больше о заданиях. Надо сказать, что задания сами по себе являются отдельной сущностью, не особо сильно связанной с самим действием. Тем не менее, методы, с помощью которых у нас будет выводиться форма задания и обрабатываться форма задания, они будут располагаться все-таки в классе действия. По-другому сделать, насколько я понимаю, нельзя. Вот вопрос стоит в том, как будет устроена коммуникация между заданием, которое будет поставлено нашим действием, и самим действием. Вот это выполняется с помощью так называемых внешних событий. Наше действие будет создавать задание, регистрировать слушателям внешнего события самого себя. Дальше, когда задание кто-то попытается выполнить, наше задание будет отправлять вот это внешнее событие нашему действию, и оно будет его в качестве обработки сохранять те значения, которые ввел пользователь. Возможно, удовлетворены все условия, завершать задание, завершать само действие, ну и так далее. Вот для такой событийной деятельности разработчиками модуля бизнес-процессов предусмотрено несколько интерфейсов, которые нужно реализовать в классе нашего действия. Интерфейсы называются IBP, так, нуту, имплемент, IBP, event-activity и IBP, activity-external-event-listener. От нас потребуется реализовать несколько методов. Так, давайте я, наверное, все сверну, чтобы нам не мешало. Три метода. Subscribe, unsubscribe и on-external-event. Вот, давайте начнем с метода subscribe. Его задача подписать некого слушателя на некое событие, которое может произойти, так скажем, в классе нашего действия. Если мы посмотрим на код штатных модулей, то предполагается, что метод subscribe в том числе создаст и задание. Как создать задание? С помощью нашего сервиса, task-сервис, сейчас я возьму код метода subscribe, мы его рассмотрим. Давайте начнем с простого. Во-первых, запись влог. Хорошо бы, наверное, влог записать, что началось наше действие. Для этого, как мы уже говорили, надо использовать tracking-сервис, но если мы попробуем его использовать, там будет единственный метод write, у которого целая куча аргументов. Это крайне неудобно, чтобы просто записать что-то влог. Причем все, по-моему, обязательные. Вот, чтобы нам не мучиться с записью влог, у нас есть функция обертка. Она определена в CBP-активити, она у вас будет. Write to tracking-сервис. У нее вообще нет обязательных аргументов. Технически даже сообщения можно не писать. Но сообщение мы все-таки напишем простенькое, что у нас поставлено такое-то задание, ответственный такой-то. Ну, как и остальные действия делают в Bittrex. Записали? Хорошо. Хорошо. Дальше. На минуту вернемся к сохранению и загрузке настроек с помощью методов getProperties, dialog и values. Обратите внимание на то, что хранится, на то, что назначение поле ответственное. Когда мы здесь указываем каких-то пользователей, они будут записаны в каком-то вот таком виде. Очевидно, это не айдишники пользователей. Когда мы попытаемся, точнее, когда будет вызван метод getProperties.Dialog.Values, нам как раз передана вот такая строка. Что с ней делать? Есть специальный метод, который позволяет перевести вот эту строку в специальное представление в виде массивов. Сейчас я ее покажу. Вот CBP helper, userStringToArray. У нас получится специальный массив, но тем не менее айдишников пользователей там все равно не будет. Почему не будет айдишников пользователей? Потому что, ну, сейчас мы работаем еще в конструкторе, бизнес-процесс не запущен. Здесь понятия автор, администраторы не определены. Это раз. Во-вторых, вторая причина, почему нужно делать вот такое преобразование. Ну, например, вот мы сталкивались с такой ситуацией, когда у нас были сотрудники в одном портале, которые говорили по-русски, а кто-то говорил только по-английски. Для них приходилось устанавливать дополнительные языки, и вот они работали с порталом, у которого включен другой язык. Вот если мы начнем обрабатывать вот эту строку автора или администратора на порталах с разными языками, то ничего у нас тоже не получится, потому что эта строка, как видите, языкозависима. Представление, которое генерирует эта функция, оно от языка не зависит. При сохранении мы используем userStringToArray, соответственно, при подготовке данных для нашей формы мы используем обратную функцию usersArrayToString. Аргументы точно такие же. Это делать не забываем. Дальше. Постановка задания. Начнем с конца. Чтобы поставить задание, как я уже говорил, мы используем TaskService, нашу службу заданий. У нее есть метод CreateTask. Что туда нужно передать? Вот такой массив нужно передать с такими ключами. Во-первых, user. Кто будет ответственным за наше задание? Вот сюда уже надо передать ID-шники пользователей. Откуда нам взять ID-шники пользователей, если у нас есть какое-то непонятное представление в виде массива? Есть специальная функция CBP-Helper ExtractUsers. Туда мы передаем значение нашего Disresponsible, то есть ответственные. И она уже получает ID-шники конкретных пользователей, кто должен стать ответственным. Вот мы их передаем. Workflow ID, Activity и Activity Name. Параметры, в общем-то, нужны, ну, как минимум, за тем, чтобы наше задание знало, какое действие попросить нарисовать ее форму. Если вы помните, я говорил, что методы, которые будут выводить форму заданий и ее обрабатывать, будут в классе нашего действия. Поэтому передаем информацию о нашем действии, кто создает задание. Name и Description. Ну, название и описание задания. Просто текст для пользователя. Здесь, я думаю, все очевидно. Параметр сейчас из Inline. Если вы помните, есть такое действие штатное. Оно называется, по-моему, ознакомление с документом. Вот когда ставится это действие, точнее, когда оно выполняется, ставится задание. И вот это задание, когда оно появляется в ленте у вас в портале, там сразу будет кнопочка ознакомлен. То есть можно даже не переходить к документу, то есть сразу нажать кнопку ознакомлен. Вот это как раз происходит в том случае, если из Inline стоит Y. Если из Inline стоит N, то появится кнопка приступить к заданию, которая выведет отдельное окошко всплывающее, в котором мы должны будем реализовать некую форму задания. Ну, поскольку у нас довольно большая анкета, мы все-таки реализуем ее в форме, поэтому из Inline N. И нужно еще передать имя документа. Документы мы берем из службы документов. Службу документов я здесь получил в самом начале. Теперь о параметрах. Массив параметров вы определяете сами, из чего он будет состоять. Передавайте сюда все то, что вам нужно, чтобы впоследствии вы смогли нарисовать формочку этого задания пользователю, который будет его выполнять. В данном случае у нас передается тип контакта, то есть это произвольный номер телефона или контакт CRM, ну и, соответственно, телефонный ID-шник контакта. Что стоит заметить? Вот эти параметры, когда вы их передадите, они останутся такими, как вы их передали на протяжении существования всего задания. Поскольку у нас анкета в некоторой степени динамическая, то есть когда, например, пользователь ввел какие-то значения, нажал готово, и наше задание не завершилось, они будут куда-то сохраняться. На самом деле они будут сохраняться в свойства действия, и важно то, что они могут со временем меняться. Поэтому мы не можем использовать параметры для сохранения какой-то динамической информации, поэтому здесь же мы не передаем значения по умолчанию и так далее. Ну, мы сейчас посмотрим, как обратиться к свойствам действия из задания. Так, и что у нас еще остается? А, остается у нас вот этот код Value Storage. Шаг этот на самом деле уже используется в бою, по-моему, полгода аж. В процессе разработки каких-то шаблонов BP мы поняли, что это действие удобно использовать в цикле, постепенно передавая в него какие-то контакты последовательно. Что оказалось? Поскольку наше действие сохраняет все введенные пользователям значения, то при смене контакта получалось так, что контакт новый, а значения в анкете восстанавливались старые от предыдущего контакта. Это вот запутывало пользователей, поэтому мы решили хранить ответы пользователя по каждому переданному контакту отдельно. Value Storage – это у нас тоже свойство действия. Оно представляет собой массив, в котором ключом является либо номер телефона, либо самая дишня контакта. А в нем уже массив значений, ну, ответы на форму. Не на форму, а на анкету. Так, и нам еще понадобится функция, которая возвращает имя нашего Value Storage. Она тоже очень коротенькая, точнее, она совсем-совсем коротенькая. Ну, если у нас шаг настроен на работу с контактом CRM, то возвращаем вот такое. Если нет, то номер телефона. Да, пожалуй, наверное, все. Здесь мы, кстати, еще берем значения по умолчанию, которые тоже можно задать в тройках шага, и сразу помещаем их в качестве стандартных ответов на вопросы анкеты. Так, ну, на этом, в принципе, да, метод subscribe можно считать завершенным. Дальше. У нас есть еще один метод unsubscribe. Тут, что важно, могут происходить всякие, так скажем, внештатные ситуации. Например, пользователь может взять и остановить бизнес-процесс. Просто вот он взял и захотел. Мог его остановить. Мог взять и удалить документ. Это приводит тоже к остановке бизнес-процесса. Могла произойти какая-то ошибка во время выполнения бизнес-процесса, и исполняющая среда может принять решение об остановке всего БП. Вот на эти случаи нам нужно будет корректно отреагировать. Для этого нам, как минимум, надо реализовать метод unsubscribe. Что он делает? Он должен либо завершить задание, если его считать выполненным, либо вообще удалить. Так, метод unsubscribe я сейчас тоже возьму. Он на самом деле не очень большой. Вот. Значит, в том случае, если к заданию мы вообще не приступали, то мы будем его удалять. Если имеется какой-то результат по заданию, скажем, его можно считать выполненным, то мы будем его завершать. Вопрос, как мы будем определять, нужно завершать задание или нет. Заведем в специальное поле task status и, собственно, task ID. Будем там хранить ID созданного задания. Я их тоже сейчас скопирую. И вот в методе subscribe, сейчас мы еще раз к нему вернемся, когда я вызывал метод create task, он возвращает ID созданного задания, я его присваиваю в это поле сразу. А когда у нас действие можно будет считать завершенным, мы вот со вторым полем поработаем, когда будем обрабатывать отправку формы задания, мы изменим значение вот этого поля, чтобы изменить поведение метода unsubscribe в случае чего. Тем не менее, метод unsubscribe никто за нас вызывать не будет, поэтому, чтобы корректно обрабатывать те ситуации, которые я ранее отписал, нам понадобится переопределить еще два метода. Методы называются cancel и handleFold. Ну, как я уже сказал, cancel вызывается в том случае, если пользователь решит удалить документ или остановить бизнес-процесс. В данном случае мы просто вызываем метод unsubscribe, он прекращает выполнение нашего действия. И метод handleFold, если произошла какая-то ошибка, то исполняющая среда вызовет его для того, чтобы завершить наше действие корректно. Ну, здесь мы, как видите, вызываем метод cancel. И, в общем-то, все. Тем не менее, если мы сейчас посмотрим, точнее, попытаемся запустить наш бизнес-процесс, наше действие все равно ничего не сделает, потому что логику, точнее, тот код, который выполнится в момент запуска действия, мы все равно еще не написали. Последний шаг. Чтобы это сделать, нам нужно определить метод execute. Вот он как раз вызывается в тот момент, когда выполнение бизнес-процесса доходит до нашего действия. Вызывается он один раз, и по результатам его запуска он должен сказать исполняющей среде, что делать дальше. Здесь мы вызываем метод subscribe. Как мы знаем, что, как мы знаем, subscribe создаст написание и зарегистрирует обработчик события. Да, я не сказал. Вот последней строкой мы сообщаем исполняющей среде, что зарегистрировался новый обработчик внешнего события. То есть, если кто-то отправит внешнее событие, оно должно прийти вот этому обработчику. Обработчик передается у нас в аргументах. Вот он. Первым аргументом идет название события. Как выбирать название события? Ну, если у вас их несколько, вам, наверное, придется что-то придумать. Сложившаяся уже практика – это использовать имя самого действия, вот которое мы видели длинное в дереве, в качестве названия события. Просто и уникально. В методе unsubscribe аналогично мы удаляем наш обработчик события. Здесь точно так же название события. Вот. Теперь метод subscribe. Кто будет обработчиком события? Ну, как вы помните, наше же само действие будет слушать события. Поэтому мы даем this. Сюда вообще надо передать любой объект, реализующий вот этот интерфейс, IBP Activity External Event Listener. Вот наш класс его как раз реализует. Не зря мы это делали. И дальше нужно вернуть специальную константу из CBP Activity Execution Status. Две константы, которые вам понадобятся 100%. Executing и Closed. Что означает Executing? Это значит, что на данный момент выполнять в действии больше нечего, но его выполнение в целом еще не завершилось. То есть мы поставили задание, дальше мы ждем реакции пользователя на это задание. В коде нам уже делать больше нечего. Вот когда мы говорим Executing, бизнес-процесс, можно сказать, приостанавливает свое выполнение и ждет, пока наше действие скажет, что все, я закончил, можешь дальше. Вторая константа Closed. Если вы возвращаете Closed, исполняющая среда сразу понимает, что действие закончилось и запускает следующее. Если вы, насколько я помню, вернете что-то отличное от этих двух константов, бизнес-процесс, точнее исполняющая среда посчитает это ошибкой и попытается остановить бизнес-процесс. Поскольку я помню, должно случиться так. Вот, давайте посмотрим, что произойдет, если мы сейчас запустим вот это наше действие. Так, настройки у нас все сохранены, ничего не испорчено, окей. Так, оно у нас настроено на автозапуск? Да, настроен автозапуск. То есть нам нужно просто создать документ. Добавляем документ, неважно какой. Пойдем в живую ленту. И вот видим, что отработал наш метод сапск и с помощью task-сервиса создал задание. Вот оно появилось в ленте. Если мы нажмем кнопку приступить, то особо что-то интересного мы не увидим. Будет довольно пустая форма, и даже с этим заданием сделать ничего нельзя, только делегировать. Вот теперь нам стоит заняться реализацией нашей формочки задания и ее обработкой. Но это уже четвертый этап. Я думаю, мы сделаем небольшую паузу, посмотрим вопросы. Давай остановимся, чтобы мозги немножко, ребята, остыли. Не вырастая тематикам, мне кажется, но если разобраться, можно тут укладить чудеса в этом автоматизации. Пока ты смотришь, читаешь вопросы, ребята, давайте мы посмотрим на географию. Пожалуйста, с каких городов нас сегодня смотрят? Интересно понять аудиторию, когда ты читаешь онлайн, посмотри, откуда, это, конечно, прям очень интересно. Киев, Москва, Иваново, Москва. В Москве, кстати говоря, у нас снежно. Вчера и сегодня засыпают снегом. Чувствую еще пару дней такой погодный, можно будет покупать снегоступы, чтобы перемещаться. Киев и Москва, Иваново, только три города или остальные все уснули. Делитесь, пожалуйста, это интересно. Пьет за Казань, Самара, Барнаул. В Барнауле сейчас, наверное, уже много времени. И не сколько у вас сейчас времени уже в Барнауле? Пуездняя. Ростов-на-Дону. Александра, отлично. Девятнадцать, пятьдесят семь, восемь часов, да, уж. Казница большая, но Воронеж, Хабаровск. Хабаровск, в Хабаровске уже одиннадцать часов, да, если я правильно понял? Прямо впритык, еще чуть-чуть, и, наверное, уже скоро спать. Одиннадцать вечера, да. Конечно, география страны просто поражает. Такс, 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 такс. Никита, есть ли что-то ответить? Готов ли ты? Никита? Я вот читаю вопрос Александра Воробьева про какой-то бизнес-процесс, который он делает на базе выдачи наличных. Ага. Только вот я не понимаю, в чем вопрос. Вы сделали, молодец. Александр, у нас сегодня просто прям сложные вопросы, но даже о смысле сложно. Александр, вы можете потом, честно говоря, после вебинара, я думаю, что у нас будет публикация по итогам, и со смыслом обсуждения, в комментариях, приходите туда, если мы сегодня все-таки не дадим ответа на ваши вопросы. Вообще, еще раз там, возвращаясь к географии, одна из идеи, когда мы делаем, как мы так сделали, чтобы ребятам и Хабаровске тоже спокойно сдавать, и одна из причин полного асинхрона, то, что можно сдавать в любое время, потому что география страны, конечно, просто удивляет. Такс, вопросы пошли не по теме, давайте пока не будем на них отвлекаться, еще нужно рассмотреть до конца процесса, он все-таки не маленький. Такс, видите, пример реальных кейсов, которые успешно развали на своих практических ритуре, и так, ну, из Дмитрия, так это и есть реальный кейс. Это же ребята из этой логи показывают свой реальный опыт, а не некоторые абстрактные теории. Мне кажется, в этом ценности. Мы еще, когда публикуем статью, вам очень подробную статью описание, вам будет станет яснее, и у вас будет перед глазами и код, и статья, и вебинар, запись. Мне кажется, можно очень хорошо в этой теме разобраться. Можно будет сейчас еще сделать такой вот шот, подборку тогда, да, какие именно делали, какая там специфика, если вот отвечать на вопрос Дмитрия. Вот может быть интересно, просто видите коротких кейсов истории. Ну окей, поехали дальше, Никит. Так, да, двигаемся дальше. Нам теперь нужно сделать нашу формочку задания. За форму задания отвечают три метода. Называются они showTaskForm, getTaskControls и postTaskForm. Ну, начнем с первых двух. Они, в общем-то, работают с одной целью, так скажем. Метод showTaskForm. Что он делает? Он в какой-то мере похож на метод getPropertiesDialog. Его задача тоже генерировать HTML код формочки и вернуть его. Однако, возвращать он должен массив из двух элементов. HTML код формы и HTML код кнопок действий с нашим заданием. Как вы помните, у нас задание кнопка делегировать. Мы, наверное, хотим делать с ним что-то еще. Вот делается это так. Формочку задания аналогично. Мы будем описывать в отдельном файлике. Вызывать его с помощью executeResourceFile. У меня этот файлик есть. Я его сейчас скопирую. Что здесь происходит? В общем-то, да все то же самое, что было с PropertiesDialog. Мы должны вернуть фрагмент таблицы. С помощью вот таких трешек описываем форму. Здесь у нас сверху выводится виджет для звонка через телефонию. Сейчас я расскажу, как он у нас формируется. Там интересно. И дальше выводятся вопросы анкеты в зависимости от типа. Там заметка, select, текстерия и так далее. Выводится нужный контрол. Что еще? У нас по требованиям в заметках должно быть возможно формирует текст с помощью BB кодов. Вот для того, чтобы разобрать эти BB коды, мы используем класс cTextParter. Он из модуля main. Просто создаем его экземпляр и вызываем здесь метод convertText. Передаем туда из настроек то, что вписали в заметку. Вот он разберет BB коды и вернет HTML, который уже можно вывести. Вот, собственно, и вся форма. Она не очень сложная. Вопрос, да, подготовка данных для этой формы. А тут, в общем-то, тоже все просто. Мы обращаемся к нашему действию. Только получаем мы его с помощью экземпляра бизнес-процесса. У него есть... Ну, вообще, как мы берем? Берем сначала экземпляр исполняющей среды. У него делаем GetWorkflow. ID-шник нашего запущенного бизнес-процесса передается в R-Task. Кстати, в R-Task там будет ключ-параметр, все то, что мы передали. Здесь еще, кстати, есть такой флажок Silent True. Это важно. Если вы сделаете GetWorkflow без True, то никто больше не сможет вызвать GetWorkflow с этим ID-шником до тех пор, пока вы его не освободите. Бизнес-процесс заблокируется. А Silent позволяет получить какие-то данные из бизнес-процесса, не блокируя работу, так скажем, другого кода, который тоже работает с бизнес-процессом. Ну, как минимум, исполняющая среда работает с бизнес-процессом, чтобы там ничего не сломать. Должно указывать этот флаг. Вот у него есть метод GetActivityByName. ActivityName мы точно так же передавали. Вот это та самая уникальная строчка, которую присвоил конструктор. Получаем объект нашего действия, то есть экземпляр того класса, который мы сейчас делаем. И у него, может быть, не вызвать, точнее, обратиться к его свойствам и взять все, что нам необходимо, и подготовить данные для формы. Дальше вот здесь еще один кусочек кода. Здесь у нас формируется виджет для телефонии. Но прежде чем рассматривать этот код, давайте вообще посмотрим, как бы нам кому-нибудь позвонить или как сделать вообще кнопку для звонка. Я подготовил тестовую страничку, на которую мы сейчас попытаемся эту кнопку звонка сделать. Как ни странно, пользоваться мы будем модулем CRM. Он позволяет сгенерировать эту кнопочку для звонка. При этом такую, что звонок будет автоматически привязываться к контакту, если мы укажем нужную связь. Мы будем использовать метод PrepareForMultifield класса CCRMViewHelper, с помощью которого выводятся элементы карточки CCRM. Элементы такие. R-EntityField. Сюда мы передаем все поля, которые... Вообще какой-то массив полей, откуда мы будем что-либо выводить. Вот мы формируем R-EntityField. Здесь должен быть ключ FM. Кстати, да, PrepareForMultifield, он занимается чем? Выводит, генерирует HTML для так называемых множественных полей. Это телефоны, почты, мессенджеры и так далее. Вот в этом R-EntityField должен быть ключик FM, обозначает FieldMulti, который является массивом. Дальше. Ключ массива – это тип поля. В данном случае тип поля у нас, вот он, телефон. И дальше идут значения этого множественного поля. Каждое значение описывается массивом, который состоит из двух элементов Value и ValueType. Ну, Value – это непосредственно сам телефон, я написал 1, 2, 3, 4, 5. ValueType – это тип значения множественного поля. Какие типы значений бывают? Вот чтобы это узнать, вы можете вызвать метод CCRMFieldMultiGetEntityTypes. Давайте я зайду на эту страничку, мы посмотрим, что у нас выведется. Вот он наш CCRMFieldMultiGetEntityTypes. Это все возможные множественные поля в CRM. Дальше, если мы его развернем, видим возможные типы полей. Ну и дальше его название в зависимости от языка, ну и от сокращенности названия, так скажем. Это значит, что если мы хотим вывести какие-то телефоны, мы можем указать рабочий, мобильный, факс и так далее. Ну, в данном случае мы выбираем рабочий телефон, в принципе, без разницы, на это ни на что не повлияет. Второй аргумент. Тип поля, для которого мы хотим сгенерировать HTML. Этот аргумент обязательный. Если вы введете сюда несколько полей одновременно, не стоит ожидать, что эта функция сгенерирует вам HTML для всех полей. Для каждого типа поля вам придется вызвать ее отдельно. Префикс. Префикс подставляется к ID-шникам в сгенерированном HTML. Нам это, в общем-то, не важно. Никакой JavaScript у нас на то, что здесь генерируется, не завязан. R-entity types. Сюда мы должны передать описание множественных полей. Вот такое вот, которое возвращает getEntityTypes. Но мы можем передать null. Если мы передаем null, то этот метод сам вызовет getEntityTypes, возьмет все возможные поля, и все будет работать нормально. Так что за это можно не беспокоиться. И последний аргумент R-Options. Он довольно важен. Какие опции мы передадим? Во-первых, enableSipTrue. Если этого не передать, то, как я помню, телефон выведется просто текстом. Если мы говорим enableSipTrue, то он сгенерирует кнопочку для звонка через телефонию Bittrex24. SipParams. Можем указывать, можем не указывать. Если мы хотим сгенерировать кнопку звонка просто на произвольный номер, можем оставить вот прям так, как есть. Если мы хотим, чтобы звонок еще привязался к какому-то контакту, мы должны указать эту связь. Вот в этом SipParams мы указываем EntityType и EntityID. Ну, EntityType, CRM, контакт, ID-шник, ну, сам ID-шник контакта. Этот метод возвращает HTML. Вот мы его выводим. Вот наш номер 12345, который я указал, вывелся. Если мы сейчас на него нажмем, пойдет звонок через телефонию Bittrex24. Должно, надеюсь, соединиться. Да. Все работает. Нас просят пополнить баланс. Вот этим кодом мы воспользуемся для того, чтобы вывести эту кнопку в шаге действия. Чтобы облегчить себе задачу, я завел два специальных метода. GetSipPhoneHTML и GetContactHTML. GetSipPhoneHTML, он делает абсолютно то же самое, что я вам только что показал. С той лишь разницей, что номера телефонов у нас являются аргументом этого метода. Также можно опционально передать ID-шник контакта, с которым нужно связать звонок. Метод GetContactHTML. Ну, вот этот метод мы будем называть в том случае, если будет звонок на какой-то произвольный номер телефона. А если у нас будет указан контакт для звонка, то будем вызывать этот метод. Зачем? Ну, наверное, кроме номера телефона, сотрудник, который будет осуществлять звонок, он захочет увидеть, как зовут этого контакта, ну и какую-то там дополнительную информацию. Здесь вообще ничего сложного, вызываем GetSipPhoneHTML и рядом еще немножко HTML, там выводится фотография, название, не название, точнее, имя этого контакта, ссылка на этот контакт, ну и так далее. То есть тут ничего такого существенного важного для логики нашего действия, в общем-то, нет. И вот теперь мы возвращаемся к этому коду в ShowTaskForm. Здесь все просто. Если у нас в настройках действия, точнее даже мы это передали в параметры нашего задания, если указан произвольный номер телефона, вызываем GetSipPhoneHTML, все. Если у нас указан CRM контакт, то мы делаем GetById этого контакта, получаем актуальную информацию из него. Причем GetById будет вызываться на каждый показ формы. Ну, наверное, могут какие-то данные поменяться все-таки в процессе существования контакта. Так мы будем видеть всегда актуальные данные. И вызываем GetContactHTML, который сгенерирует HTML для нашего контакта. Да, все это передается в формочку и дальше выводится. Ну, давайте теперь посмотрим, что стало с нашей формой. Если мы сейчас нажмем кнопку приступить. Да, у нас был произвольный номер телефона и наши поля. Ну и, соответственно, звонок идет. Причем смотрите, что хорошо. Когда соединение установлено, появляется такая штучка свернуть. Это значит, что мы можем сделать вот так и в процессе разговора заполнять нашу анкету. Что очень удобно для исполнителя нашего задания. Тем не менее, если мы нажмем кнопку готово, то ничего не произойдет. Кстати, а как появилась кнопка готово? Ну, во-первых, в ранних версиях процессов делали вот так. Возвращали небольшой HTML код с нашей кнопочкой, которую нам нужно. В новых версиях бизнес процессов я, к сожалению, не смог установить, с какой версии это появилось. Но вот появился такой метод getTaskControls. Здесь мы можем вернуть массив с нашими кнопками. Ну, соответственно, указываем параметры, как в HTML submit. Какое-то значение, которое должно быть отправлено при нажатии ее текста, ну и так далее. Вот этот метод позволяет нам вывести в этой форме вот такую вот красивую кнопочку готово в стиле всего Core портала. Ну, если мы на нее нажимаем, естественно, ничего не происходит, потому что мы не реализовали метод, который обрабатывает отправку нашей формы. Вот теперь давайте этим и займемся. Обработкой формы занимается метод postTaskForm. Код здесь, в общем-то, очень сильно напоминает getProperties.DialogValues. У нас точно так же есть массив REROR, с которым мы должны заполнить ошибками, если наши какие-то данные, точнее, данные пользователя, которые он ввел, не проходят валидацию, и вернуть false. Если все хорошо, то возвращаем true, но перед этим мы как раз-таки отправляем наше внешнее событие нашему действию, чтобы попытались завершить задание. Как мы это делаем? У нас есть метод CBP RuntimeSendExternalEvent. Как мы помним, в качестве названия события мы указали ActivityName. Какому бизнес-процессу предназначается событие? Берем также из настроек задания WorkflowID и передаем набор определенных параметров. UserID, RealUserID, UserName – это все стандартные параметры, передавайте их всегда. В общем-то, вы можете открыть код любого штатного действия. Кстати, если не знаете, штатные действия располагаются по пути Bitrix, Activities, Bitrix и вот они все. Вот вы увидите, что эти параметры будут передаваться везде. Они нужны для проверки того, что тот, кто отправил событие попытки завершения задания, действительно имел право на это. И дальше мы передаем какой-то свой набор параметров. В данном случае мы передаем ответы на вопросы нашей анкеты. Откуда брать эти ответы? Когда форма отправляется, форма задания, у нас будет доступен аргумент R-Request. Вот там как раз все значения из полей формы будут. Вот мы из R-Request их берем, сохраняем массив questions и передаем их с событием далее. Пытая отправилась, куда оно придет? Придет оно, наконец-таки, мы добрались до последнего метода, onExternalEvent. Что должен делать onExternalEvent? Давайте посмотрим. Сначала идут стандартные проверки. То, что UserID, UserID, как говорится, абонент-абонент. Что важно, мы проверяем, что пользователь, который отправил события, вот наш UserID, он присутствует в списке пользователей, которые должны были быть ответственными за наше задание. То есть мы берем сначала список ответственных, получаем их ID, потом проверяем. Если его нет в этом списке, то не имел он на это права, ты зря, не надо так. Дальше. В ValueStorage мы сохраняем все значения, которые нам пришли от пользователя. Вот эти значения, они были переданы вместе с параметрами события, R-ReventParameters. Он является аргументом метода onExternalEvent. Если вы помните, там был Questions, и вот мы по нему проходимся, сохраняем все значения себе в свойства действия, и на этом у нас основная часть заканчивается. Дальше все зависит от чего. Были ли заполнены все обязательные поля. У нас по условию, если хотя бы одно обязательное поле не заполнено, то задание не должно завершиться, однако все должно сохраниться. Вот мы дошли до сохранения, параллельно проверили, что все обязательные поля заполнены, и если они не заполнены, то ничего не делаем. Вот когда мы ничего не делаем здесь, будет происходить ровно то же самое, как я сейчас показал. Нажимаем кнопку «Готово», вот эта формочка мигнула, ну и все. Задание осталось, бизнес-процесс не пошел дальше. А вот если же все обязательные поля у нас заполнены, то что мы делаем? Мы опять берем экземпляр нашей службы заданий, говорим, что наше задание завершилось, вызываем у него метод markCompleted, указываем taskID, который мы сохранили ранее в методе subscribe. То, что он завершилось, вот CBP, taskUserStatus, ок. Пишем в блок бизнес-процесс, что наше действие закончилось, в общем-то все, вызываем метод unsubscribe, он у нас умеет обрабатывать ситуацию с завершением задания, и, наконец, просим бизнес-процесс закрыть наше задание. То есть, ну мы же не сделали этого в execute, то делаем это сейчас. Вот на этом моменте выполнение нашего действия звонок клиенту считается законченным, и исполняющая среда может впадить к запуску следующего действия в бизнес-процессе. Так, ну, я думаю, давайте, наверное, запустим уже сразу тестовый пример, который я подготовил. Ну или нет, давайте на этом мы закончим. У нас вводим какие-то данные, обязательное поле мы не заполняем. Нажимаем готово. Так. Что-то не нажимается готово. Еще раз нажимаем готово. Вот. Ничего не случилось. Однако, если мы, я даже специально обновлю страницу, еще раз нажимаем приступить, то все наши значения, они сохранились. А вот если мы уже заполним обязательные поля, нажмем готово, то тогда наше действие завершается, задание помечается завершенным, ну и бизнес-процесс тоже завершается, потому что после нашего действия нет никаких других действий. Вот. Теперь давайте, наверное, уже перейдем к небольшому бизнес-процессу, который я подготовил. И я быстренько покажу, как все работает. Процессы в ленте, звонок клиенту. Я подготовил вот такой вот шаблончик небольшой. У нас здесь реализован цикл. До тех пор, пока мы не дозвонились к клиенту, мы будем пытаться ему дозваниваться с помощью нашего действия. У нас в параметрах передается ответственный за задание, кто будет ответственным. И я вот еще рано ушел, не показал вам. В звонке к клиенту давайте посмотрим поля. То есть поля нашего документа. У нас есть клиент, это поле документа. Клиент CRM, точнее, контакт CRM. Кому мы будем звонить. И какие-то поля документа, которые мы хотим выяснить, их значение путем звонка кому-то. Так вот, пока мы не дозвонились, мы звоним контакту CRM. К какому контакту берем поле документа, вот он у профи-клиент. Ответственный у нас это параметр шаблона. Мы его из параметров шаблона вот так и подставили. Название задания и небольшая анкета. Общая информация. Вот оно как раз, возраст и образование. Да, кстати, мы указываем значения по умолчанию. В значениях по умолчанию мы тоже можем писать вот такие подстановки, просто мы не реализовали кнопочку вот этого многоточия, которая позволяет эту подстановку создавить, эту переменную или поле. Тем не менее, это делать можно. Они обрабатываются автоматически и неважно, где они появляются. Можете считать, что бизнес-процесс за вас все сделает. Да, образование у нас список. И результат звонка, это единственное обязательное поле, дозвонились или не дозвонились. Вот здесь как раз ответственные за задание выберут результат, дозвонился он или не дозвонился. Если он дозвонился, все окей, наш цикл заканчивается, значения сохраняются в поля документа. Как мы помним, наш шаг имеет возвращаемые значения, это все наши поля анкеты. Вот мы переходим к дополнительным результатам. Из нашего действия позвоните клиенту, вот оно, сколько вам лет. Опять-таки, там помним, в анкете у нас было больше полей, а здесь выводится только сколько вам лет, потому что поле возраст у нас числовое, соответственно, конструктор фильтровал для нас только числовые поля у кошки. Вот образование у нас текстовое поле. Сюда мы можем вписать что угодно, здесь мы увидим все поля анкеты. Вот так вот. Если же у нас пользователь не дозвонился, то у нас идет пауза. Тут написано на один час, на самом деле для тестов мы поставим одну минуту. После этой паузы снова ставится задание на звонок клиенту. Ну, давайте попробуем проиграть этот бизнес-процесс. Создаем документ. Спросить Станислава. Станислав, это демо-данные. Это нереальный человек. Ответственно, мы поставим себя. Вот, у нас должен был запуститься бизнес-процесс. С нашим шагом звонка. Появляется наша формочка. Как видите, ее красота зависит только от того, как настроить действие. И вот, кстати, до этого мы видели только вывод кнопки звонка для произвольного номера телефона. Вот это уже вывод для контакта, который, как он там у нас назывался? GetContact.html. Вот он генерирует вот такую штуку. Здесь есть ссылочка. Можем перейти в карточку контакта. Давайте позвоним контакту. Мы, конечно, не дозвонимся, но неважно. Допустим, поговорили. Давайте посмотрим в карточку контакта еще раз. И видим, что вот в 16.23 исходящий звонок появился в ленте. Неважно, что он произошел из бизнес-процесса. Вот эта кнопка звонка позволяет записать разговоры. Если у вас, кстати, настроено хранение записей в настройках модуля телефоне, вы сможете открыть вот это activity, исходящий звонок. То есть дело CRM activity. Ну и тут, наверное, должна быть прикреплена запись. Но у нас не подключены номера. Мы не можем это настроить и продемонстрировать. Вот. Ну, допустим, мы что-то ввели. Еще тебе был интересный пример про заполнение карточки во время звонка. А что-что? Еще тебе был интересный пример про заполнение анкеты во время звонка, что ее свернуть можно. А, ну да. Ну давайте еще раз позвоним. Не вопрос. Можем свернуть нашу формочку и продолжать заполнять анкету. Да, собственно. Я, по крайней мере, звук слышу, и мне тетенька говорит, пополните баланс. Да, собственно, ведь если цель, да, этого activity проведения анкетирования, здесь может быть много вопросов, то вот эта возможность, то, что у нас свернут диалог звонка, и человек, который делает этот звонок, может спокойно себе параллельно заполнить звонок, ведя диалог. Это на самом деле классно. Да, в общем-то, ради этого мы и делали. Экономия времени. Допустим, мы не заполнили какое-то обязательное поле, нажали готово, и наш бизнес-процесс не двинулся дальше. Действие не закончилось. Тем не менее, все сохранилось. Допустим, мы выберем не дозвонились, мы помним, что наш бизнес-процесс должен уйти в выжедайку. Вот он одну минуту сейчас будет ждать, потом заново поставит задание на звонок. А пока мы ждем, давайте посмотрим, наверное, вопросы. Так, как же нам уезжать все время куда-то? Да, пока Никита смотрит и выбирает, на что он может дать нам ответ. Спасибо большое, Андрей, если я правильно запомнил, сделал нам верный комментарий, что мы плохо вначале показали, что мы делаем. Да, собственно, мы уже выделили, что мы делаем. Значит, выглядело, как сделать кастомные активити действия, которые позволили бы, в отличие от стандартного, совершить звонок и заполнить необходимые данные. В боевом проекте, как я понимаю, это, собственно, это действие появлялось в процессе сложного бизнес-процесса по обработке сделки. То есть никто не ставил в ручную, естественно. И позволяло неплохо автоматизировать, сократить время, чтобы не открывать разные окна. Мы сразу имеем контакт, мы имеем кнопку звонка, мы имеем перед глазами вопросы, которые необходимо спросить и записать, сфиксировать ответ. Это, в общем-то, довольно-таки на влиятельных моментах можно автоматизировать. Никита, скажи, пожалуйста, готов ли ты поотвечать? Да я уже отвечаю, правда, текстом. Давай голосом. Что-что? Какой вопрос? Давай уже голосом, чтобы все слышали. Так, интересно была бы тема построения среды для разработчиков проектов на 1S, Bittrex, GIT, DE, прочий софт. О, это очень холиварная тема, давайте не будем. Я так понимаю, что вы, ввиду, темы для будущих различных вебинаров зафиксировали. Возможно, но знаете, что я могу вам порекомендовать? Действительно хорошая штука. Я зашел на сайт 1S Bittrex, скачал прям исходный код Core-портала, его просто сохранил в папочку, даже не устанавливал, распаковал и все. Дальше в шторме, в External Libraries я его подключил. В результате у меня работают все подстановки, подсказки и вообще все хорошо. Могу заходить в любой метод ядра и посмотреть его реализацию. Так, в карточке Телефонии выводить дополнительные данные пользователя. Это вот в этом черном окошке вы имеете в виду? Нет, я так называю, что в нем, да, во время звонка. Вот тут вопрос неоднозначный. Насколько я знаю, в это окошко могут встраиваться REST-приложения. Из кода в коробке никакого механизма, по-моему, для этого нет. Мы же в коробке даем тот же самый REST, почему-то так же и не встраиваться. Да, вот в коробке то и дело, что есть REST, но вам придется именно через этот REST сделать отдельное приложение и, возможно, рядом с Core-порталом у себя разместить. Вообще, ребят, реально, ни один вопрос уже был по поводу только правильно встраиваться. Я прям думаю, что мы эту тему будем брать на следующую для рассмотрения. И в этот момент тоже мы посмотрим, можно ли без REST, или как можно с REST, с малой кровью, ну и так далее. Вообще, хорошая тема. Так, вопрос, Александр, я быстро выникнуть не могу, если у нас сейчас... Я быстренько гляну другие вопросы и вернусь. Можно ли как-то запретить закрывать окно и выводить сообщения со списками заполненных полей? В общем-то, да, можно написать JavaScript, всегда подвеситься на кнопку закрытия. Ну, наверное, это не предусмотрено разработчиками модуля бизнес-процессов. Но, с другой стороны, вам ничто не мешает. Я не думаю, что там прям код может так сильно поменяться в будущем. Особо сильно даже поддерживать это не придется. Закрытие окна с заданием BP запутает пользователя. Есть ли обязательные поля, что? Не заполнены? Да на самом деле нет. Реальный кейс был какой? Что-нибудь заполнили у клиента? Поняли, что забыли что-нибудь спросить? Вот вдруг бывает. Анкета тоже не все содержит. По-хорошему надо бы сохранить, перед тем, как переходить к следующему контакту. Ну, тут да, вопрос тонкий. Если пользователей много, то в цикле вызывать только так. У нас еще есть разработка своя, шаг со списком обзвона. На базе CRM-ных списков обзвона мы это делали. Это довольно сложно. Если честно, такой звонок в цикле – это хорошее оптимальное решение на фоне того, что есть. Так, сейчас я попытаюсь тогда вникнуть в вопрос про машины. Хорошо. Погоди-то вникает. А, Никит, мы по основной теме все сказали, правильно? Да, основную часть мы все уже даже продемонстрировали. А, ну у нас осталось его закончить. Давайте, наверное, посмотрим. Давай, да, мы завершим основную часть. И, коллеги, пока еще не сильно пишите ваши вопросы. А, попробуем еще на них дать ответ. Так, ну на этот раз мы выбираем дозвон. Завершаем наш бизнес-процесс. Пойдем посмотрим в поля документа. Вот они последним шагом записались. Правда, я указал не число в возрасте, а что-то, и оно превратилось в ноль. Ну и, в принципе, на этом все. Бизнес-процесс закончился, да. Приходим к вопросам только. Окей, пока Никита читает, еще раз анонсирую то, что будет публикация с большой статьей из записи вебинара с исходными кодами. Я думаю, что мы там еще в комментариях пообсуждаем. Еще раз попрощу, если кто-то, может быть, на то, как я сейчас присоединился или возникла идея, какие вопросы, темы, разработки и орубки вас интересуют, что бы хотелось от нас услышать. Может быть, документации чего-то мало, что эта тема мало рассказала. В общем, пишите как архетику. Здесь хотелось бы нам узнать больше. Так, кажется, я понял вопрос про машины. Короткий ответ никак. Дело в чем, нет никакого действия, которое позволяет сделать гетлист по вашему списку. Я так понял, у вас бизнес-процесс на универсальных списках. Ну или как бизнес-процесс в ленте, он на самом деле тоже на универсальных списках. Вам, наверное, вы, в принципе, можете разработать небольшое действие, которое делает гетлист. Там не придется писать вот столько всего, сколько делаем. У вас не будет вот этой событийной деятельности. У вас, по сути, форма настройки, два метода, конструктор и метод execute, который делает гетлист. Все. На это даже много времени не должно уйти. Возможно ли построение отчетов на базе результата в БП? Ну, тут я немного не понимаю ваш вопрос. Что считать результатом БП? БП выполняется над каким-то документом. Вы можете строить отчеты над документами. Если у вас там есть какие-то инфоблоки, ну, можете к ним придумать какие-то выборки. Да, то есть получается правильно. Можно так сказать, что главное по итогу БП записывать результат, как это и здесь было сделано. Активити по итогу записывает результат в документ. Да, оттуда уже, пожалуйста, можно отбирать данные. Получается, когда бизнес-процесс завершен, все данные утерят, да, грубо говоря. Так, разбор полетов по кастомизации новой карточки сделки. Да. У меня вот, кстати, есть мысль, Иван. Да. Можно потом обсудить насчет новой карточки. Хорошо. ID машины. Нет, я так подумал, что, Александр, вы будете запускать бизнес-процесс на списке пробегов. Как только там добавляется новый элемент, у вас запускается бизнес-процесс, который выбирает все пробеги текущей машины и как-то там их сравнивает. Есть ощущение, что Александр будет взять кофе, пригласить в виртуальное удаленное скайп-кафе Никиту и расслабить эту тематику отдельно. Порисовать стенки, потому что что-то текстом явно сложно описывается. Ну, наверное, не знаю. В один из машин, когда же будут все методы документации описаны, не все эти коробки, с чего она сегодня есть. Вряд ли такое светлое будущее для нас настанет явно битие. Документация старается пополняться, но самые лучшие документации все еще остаются исходники. Их нужно уметь читать, смотреть, к сожалению, пока что других здесь решений нет. Документация всегда будет отставать от развития продукта, хотя просто потому, что продукт пишет гораздо больше людей, чем его документируют. Нет, вот тут Андрей опять интересуется, есть ли кейсы отчетов по результатам данных СБП. Как бы не бывает результатов данных СБП. СБП выполняется над документом, например, над сделкой. Вот у нас есть создание сделки, мы над ней выполняем какой-то бизнес-процесс. И дальше уже по сделкам мы строим аналитику, а бизнес-процесс всего лишь меняет сделку каким-то образом. То есть еще раз я озвучил, Никита, пока что все данные, которые существуют в момент выполнения бизнес-процесса, после его завершения, исчезают, как бы говоря, нигде не хранятся. Ну, у нас технически хранятся, но считайте, что это вот как private, и нельзя к нему получить доступ. Другое говоря. Поэтому, если вы хотите иметь какие-то данные для дальнейшей аналитики, это нужно, как бы, развести универсальный список. Без процесс должен по итогу своей работы сохранить какие-то данные, а дальше вы с помощью напильника создаете отчет, они нужны вам по какому-либо списку этому универсальному списку, я не понимаю, это действительно технология, Никита. Я вот про список в конце не услышал. То есть, когда мы с помощью бизнес-процесса хранили все данные в необходимый нам список, в универсальный дат, потом мы можем накастомизировать нужный нам отчет по данным в этом списке? Да, конечно. Да по любой сущности, по которой есть отчеты. Это же не зависит от бизнес-процесса. Я так понимаю, Андрей Саврасов спрашивает нас, зачем мы делали вот этот бизнес-процесс. Но это бизнес-процесс для примера. Он тестовый, чтобы вам показать, как работает этот шаг. Смысла сбора нет. Демонстрация. Так, если я сохраняю ВКонтакте данные, например, то как отфильтровать данные? Нельзя делать выборку по UF. Во-первых, где вы хотите их отфильтровать? И почему нельзя по UF? Все можно. Если вы это делаете, то GetListX прекрасно работает. Если в бизнес-процессах, он пользовательские поля выбирает. Но, кстати, есть одна хитрость. Не уверен, смогу ли я вам сейчас это показать. Просто кусочек кода. Так, это было в CRM. По-моему, CRM GetData он назывался. Да, GetDataActivity. Сейчас я попытаюсь найти. Тут немножко. Короче, мы прям нашли участок кода, интересный очень. Если ваше поле пользовательское создано не через панель настроек CRM, а создано через админку корпоратала, ну или админку Битрикса, оно не появится в этом стандартном действии выбор данных CRM. Там есть прям специальная проверка, что если поле не содержит в себе под строку там что-то почерк CRM, то есть UF CRM, вот он его не станет выбирать. Вот из-за этого еще может быть. Ребята, я предлагаю завершать вебинар. Мы уже немножко больше провели его по времени, чем планировали. Я попрошу Никиту, то, что ты видишь сверху, ты можешь прям быстро выкнуть и дать ответ, еще дать ответ. Я пока постараюсь ответить. Вот спрашивали про, как, сейчас, потерял порт, секундочку. Сергей спрашивает, возможно ли вызов окна бизнес-процесса при изменении статуса лида? Интересно для новой карточки рядов. Если я понимаю логику, то это ничего не изменилось. У нас бизнес-процесс запускается на изменении объекта. Если у вас, вы создали бизнес-процесс, который указан, что он запускается при изменении лида, он будет запущен. Только что, чтобы вы понимаете, окна бизнес-процесса не очень здесь смогло понять, но сам бизнес-процесс вы запустите. И, в принципе, вы можете, наверное, напрограммировать условия, что вы проверяете, изменился ли статус, то есть переходить где-то предыдущий, посмотреть текущий. Если он изменился, то тогда вы, собственно, выпускаете ваш бизнес-процесс дальше. Если нет, то завершаете. В такой логике это можно было бы реализовать. И в данном случае здесь неважно, новая или старая карточка. Ну да. Ну или, по-моему, через роботов можно тоже бизнес-процесс запустить. Да, даже так. Да. Вот тут спрашивают, какая реальная задача от клиента? Ну, она довольно сложная. Там огромный бизнес-процесс. Здесь первая, наверное, задача была сбор контактов, во-первых. То есть кто звонит одному человеку, узнает, кто у него там родители, дети, всех до пятого колена, добавляет их в список. Бизнес-процесс начинает кидать их уже в это действие для звонка и так далее. Там довольно сложная деятельность по проверке. С огромной анкетой, причем на испанском языке. Так, вот еще что-то Сергей пишет. Интерактив отсутствует, статус изменен, но нужен кастомный комментарий к нему. Задача выглядит не то, чтобы там идет какой-то бизнес-процесс, а показать что-то свое, форму запроса, кастомного комментария при смене статуса. Бизнес-процесс или это вообще? Но вообще, это опять же, это похоже к тому, как встроиться в карточку. Так как надо сделать что-то при работе с карточкой, но с вами поразмышляем над этим тоже по вопросам, когда будете готовить следующую тему по встройке. Может быть, вы там сможете показать, ну или ответить. Вообще, интересная тема. Пока что ощущение, что, может, и бизнес-процесс был бы ответом. Почему бы нет? Ну, скорее всего, конечно, это из кода делается, события и так далее. Это, наверное, самый простой способ. В общем, вот нам, значит, на размышления. Александр пишет спасибо за вебинар, больше семинаров для разработчиков. Да, мы до дальних не проводили вебинары для разработчиков. Надеюсь, что в этом году получится делать их чаще, по крайней мере, чем раньше. Вот, не так много было вопросов, запросов на темы новых вебинаров. Будьте, пожалуйста, активнее, чем, как сказать, чем больше за запросов на какую-либо тему, тем больше вредно, что мы можем про них вам рассказать. Вы всегда можете писать на Академию Собачка 1С Битриксу с интересными темами. Если кто общается в Телеграме, в чатах, то там писать. Я тоже присутствую, писать на личку. В общем, сообщать по любым каналам. Можно меня и в Фейсбуке найти, ну и так далее. Я думаю, что на этом все. Спасибо большое за вопросы. К сожалению, не прям всем смогли ответить. Не все вопросы сходу понятны. Нужно, конечно, было бы поразмышлять. Ждите публикацию с подробной статьей об этом кейсе. Я думаю, что там еще мы можем подискутировать на тему этого бизнеса, этого действия и его реализации, но в целом реализации действий своих. Спасибо большое. Денис, запись будет для тех, кто присоединился. Спасибо большое. До свидания. Да, всем до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.